здравствуйте друзья снова приветствую вас на канале 1 2 3 клэй меня зовут надежда елькина и в этом видео уроке я хочу поделиться с вами интересной техникой изготовления дутых бусин а также вы увидите подробный процесс сборки колье для работы понадобится черная и белая полимерная глина гель для пластики ролик и паста машина гибкое лезвие сверло тонкая кисть набор для шлифовки и полировки небольшая емкость инструменты для сборки ножницы резиновый шнур для плетения фен для эмбосинга основа колье чокер перчатки и влажные салфетки при работе с белой глиной требуется особая чистота на рабочем месте тщательно протираю рабочую поверхность и все инструменты влажными салфетками разминаю глину для изготовления дутых бусин подойдет глина средней мягкости для одной бусины понадобится два небольших пласта толщиной около двух миллиметров один из пластов прикатываю с помощью ролика к рабочей поверхности второй пласт выкладываю сверху таким образом чтобы получился большой пузырь воздуха между слоями тщательно прижимаю пласты по краям чтобы они соединились как можно более плотно обратной незаточенной стороной гибкого лезвия вырезаю бусину произвольной формы при надавливании воздух внутри под давлением растягивает верхний слой глины а вместе среза верхней и нижней пласты плотно соединяются между собой за счет того что я режу обратной стороной лезвия запекать бусину нужно будет прямо на рабочей поверхности не срезая с нее готовую бусину обжигаю в течение 30 минут здесь видно что под давлением слегка разошелся первый срез еще раз срезаю эту сторону чтобы пласты соединились и отправляю бусину в печь в остывших после запекания бусинах просверливаю по два отверстия в верхней части использую сверло по металлу диаметром около 1 миллиметра влажной наждачной бумагой шлифую с лицевой стороны и по краям нижняя сторона была прикатана к плитке поэтому необходимости ее шлифовать нет после этого бусины слегка полирую до появления матового блеска точки на бусинах я решила нарисовать также с помощью полимерной глины небольшой кусочек черного пластика смешиваю с гелем до получения липкой тянущейся массы перекладываю массу в емкость добавляю небольшое количество геля примерно одну чайную ложку и тщательно все перемешиваю получается жидкая черная глина которую можно использовать как краску расписываю бусины начиная с нижней части набираю на кончик тонкой кисти небольшое количество жидкой глины и ставлю на поверхности точки работа это несколько кропотливая поэтому нужно запастись терпением обратите внимание что в нижней части бусины точки крупнее и расположены близко друг к другу по мере приближения к верхней части ставлю точки меньшего размера и увеличиваю расстояние между ними за счет этого достигается эффект перехода цвета от черного к белому для того чтобы запечь рисунок я воспользовалась феном для эмбоссинга этот фен может прогреть струю воздуха до 250 градусов включая вторую скорость и нагреваю поверхность бусины держу фен на расстоянии примерно три сантиметра от поверхности и круговыми движениями равномерно прогреваю ее в течение одной-двух минут вот такая получилась бусина очень легкая после запекания феном повторный обжиг не требуется и можно приступать к сборке резиновый шнур для плетения разрезаю на 6 частей по 2 сантиметра они будут располагаться между бусинами также потребуется два отрезка шнура по 10 сантиметров освобождаю проволоку чокера от креплений развинчиваю замочек аккуратно разжимаю и снимаю кримпы с резьбой надеваю на проволоку длинный отрезок резинового шнура шнур полый и диаметр его отверстия удачно совпадает с диаметром сечения проволоки чокера затем нанизываю бусины чередую их с маленькими отрезками шнура эти отрезки не дадут бусинам смещаться по проволоке и будут выполнять роль разделителей в конце нанизываю оставшийся длинный отрезок после чего нужно выровнять бусины так чтобы центральная была ровно посередине соединяя вместе концы чокера нахожу центр и сдвигаю все бусины в нужном направлении излишки длинных шнуров на концах срезаю вровень с проволокой теперь нужно прикрепить замочек смещаю все бусины и шнуры на пару сантиметров для того чтобы освободился конец чокера надеваю на проволоку замочек затем вставляю кримп с резьбой и крепко зажимаю его снова сдвигаю шнуры и бусины на место как можно более плотно друг к другу эластичный резиновый шнур при этом сжимается и позволяет открыть второй конец чокера также надеваю на проволоку кримп и сильно его зажимаю теперь можно ослабить сжатые шнуры и проверить замочек получилось очень эффектное украшение легкое модное и очень удобное показанная мной техника изготовления дутых бусин имеет большой потенциал в работе можно применять фигурные лезвия каттеры различные текстурные листы также можно использовать дутые элементы как основы для декорирования задавайте вопросы в комментариях подписывайтесь на канал творческих вам успехов друзья и до новых встреч в иб Neo4i в 2018 в своем желании добавим просто газ анк в